Там что-то не ладится, а тут наговорите, что? Ну, я суть-то в том, что, знаете, вы вот иногда Мартина Лютера цитируете, а ведь святые отцы говорят, ну, не важно, что говорят, а важно, кто говорит, потому что даже в Евангелии сатана и тоже цитировал Библию. Но это ведь не значит, что нам его надо цитировать. Что только вот Иисуса Христа и святых отцов лучше цитировать, а не всяких нечестивых, таких как Ленин и тому подобное. Вот я вам что-то хотел сказать. Вы для этого и зашли, чтобы сказать это? Да, так, помогай, Господь. Вы очень, видно, что действительно духоносный человек. В принципе, все. А у вас не смотрели мои видео? Смотрел все почти. Так, что вы хотите, какой вывод-то сделать? Что Библию не надо нам знать? Наоборот, что вот только Библию и святых отцов цитировать, а всяких Мартина Лютера лучше нам не цитировать. А зачем апостол Павел говорит? И один из ваших философов говорит, крестьяне лживые звери. Зачем он говорит, берет философа греческого, который никакого отношения не имеет ко Христу? Но он сказал, правильно он берет, не надо так узко смотреть по-сектански. Кто бы это ни сказал, это сказано правильно. Он идет, видит жертвенник неведомому Богу в Афинах. И он начинает на основании этого, берет за основы, за эпиграф, и проповедует, приводит ко Христу. Ну и что? И что, и будем теперь говорить? А, он начал не по Библии говорить? Христос трижды говорит ответ из священного Писания, когда сатана подошел. И сатана ни разу не возразил. А сегодня любой священник может возражать против Слова Божия. То есть, пасли дальше сатаны. Он бесноватый, потому что священник. Священник одержимый дьявол. Да это не один, это вся система такая. Это не один, не два человека. Где бы ни было, ему привозишь место Писания. Он совершенно не смотрит. Крестит, как попало, ладошкой по голове. Погружения-то нет, и крещения нет. Таинство все искаженное. Когда написано, пророк Иеремия, 48-10. Проклят, кто делал, Господь не делает небрежно. Он делает с полным небрежением. И литургию подряд всех допускает. Чаще причащаясь, чаще исповедуйся. Венцы на голову даже не надевают. Люди Библии не знают. Живут по безбожьему. И никто ничего не говорит. Вы же видите, это система. И поэтому необходимо говорить. Игнатия, скажите, а как священник может не допускать, человека до причастия. Он ведь не видит его движение сердца. Друг человек искренне кается. И прям, ну вот, а он там в силу своих каких-то предупреждений возьмет, его не допустит. Я задаю вопрос вам теперь. Как знала эта первоапостольская церковь? Почему Василий Великий такие правила написал эпитемии? Прелюбодеяния там 12 лет. Если волшебник был такой, как Кашпировский, 18 лет отлучен. Откуда он знал? Они не знают? Конечно, рисуют там у Джуны, главной ведьмы. Тогда был митрополит Кирилл там с ней. Что там было? А надо было это опубликовать-то? Пощадили бы его. Так это ни один, ни два случая. Сколько было священники, сами заряжали энергию от чумака. И не стыдятся этого говорить даже. А если он только сам обращался, ничего не делал. На 8 лет отлучается. А если в дом принял Кашпировского? Просто принял, поговорить. На 2 года. Эти правила, что они написаны? Для лошадей? Для быков? Ну, тогда-то были намного ортодоксальны. У них более духа было больше. Они тогда и мертвых успешать могли. А сейчас уже ничего никто не может. Настолько мы расхудили. Уже деградация полная. Апостол Павел говорит, да не уклонится сердце мое к извинению дел лукавых. Это все лукавство одно. Никто не сказал, что будет время, когда люди будут все развратны, и поэтому закон о разврате не будет действовать. Нигде не написано о том, что если все будут воровать, и править или оборот не воровать, разворовывать государство, то заповедь не укради, перестанет действовать. Вы зачем это говорите? Бог вчера и сегодня и вовеки тоже Христос. На 10 лет ведь загнуты не будут сейчас отлучать? Да. Почему в наше общение отлучают? Он выпил? Да не надо. Мы на место поставили, имея страх Божий. Мы сказали, на Вселенских соборах присутствовало все вместе полторы тысячи епископов. Многие канонизированные. Правила строгие на дорогах, если авария, еще строже правила закручивают, и никто не возражает. А когда для спасения души, начинам вилять. Начните с себя. И скажи, я делаю не так-то, я матерюсь. Материшься? Зачем ты материшься скверными словами уста свои и в интернет выставляешь? Что, стыд пропал? Может, сердце-то мой не падает? Сейчас, наверное, кризис-то... Да не в этом кризис. Кризис в душе. Вот именно что, смотрите, с этого западного проклятого мира много слов к нам в русский язык вошло. И поэтому сейчас неизвестно, что мат, что не мат. Английский язык, это, наверное, вообще все сквернословие. И разговаривать-то ей нельзя. Вот видите, как намертво вошел. Где вы эти слова вошли? Встань спящий, воскресни из мертвых. И осветить тебя Христос. Павел говорит, мы были мертвы по преступлениям нашим, но Господь оживотворил нас. Если ты никакого отношения не имеешь ко Хрису, зачем ты там кривляешься, там разные кричишь в лесу? Зачем это нужно? Зачем подзорить? Нельзя этого делать. Нельзя. Вы должны голову, зная за собой такие дела, глаз от земли не поднимать. И просить духовного рождения. А вы в машине сидите, навсю наворачиваете матерками и вставите в интернет. Все, совести нету. И называете православным. Ни один баптист этого не делает. Ни один, ни... Что ты не делаешь, сектант? Он не пьет, не курит, не матерится и считает, что уже спасет. Но это другой вопрос. Люди смотрят внешне. Они нас видят, кто мы такие. Ничего себе. Сидите там, материтесь и неизвестно, кто едет. Банда какая-то. А вы видели мои ролики? Да, я посмотрел. Ни одного ролика нет, что это был верующий показан. Бродики говорят, поблевотене вчерашних дней. Так вот именно, что я с текстом-то козлу не прилепляюсь. А что это просто литературная речь. Допустим, сейчас в федерации считается литературное слово. Написано, за всякое праздное слово человек даст ответ в день суда. Никакое гнилое слово да не изводится с уст ваших. Вы не считали гнильем? Только сидите и брызжите друг на друга. Вот мы такие. То есть научился гнильем подпирать себя? Зачем ты это делаешь-то? Вы столько добра могли еще церкви принести. А вы как труп... Я приношу, я не чувствую... Вы приносите только злодейство вот этими роликами. Какие ваши слова? И чем оправдываете? Одно дело согрешить, другое дело оправдывать. А-то в тысячу раз хуже. Многим-то, допустим, я вот сатанистами, с педофилами перекисываюсь, с ИГИЛом. А там люди намного падшие. И они-то вот так вот их гордость не долбит. Они понимают, что... Ну хорошо. Они от вас много приняли? Божественные слова стали считать? Нет? Да вы и такой же. Так, я хотел сразу сказать. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, во славу Божию. Ну хорошо, смотрите. Так вот, не надо оправдывать, дорогой мой. Скажи, я виновен, и я не знаю Бога. У меня не было истинного обращения ко Христу. Отвергнись в себя. Зачем это Господь говорит? А кто не отвергся в себя и следует за Ним? Не достоин меня, говорит Господь. Не достоин. Отойдите, проклятый, в огонь вечный. Нам это нужно? Вы просто дрогнете, вздрогнете. Я вам говорю, никаких сатанистов нет. Вы сидите с товарищем в машине, и вы плещете просто блевотиной все своей. Заражаете. Ядовитой. И говорите так свободно. Это ваши слова. Это ваша сущность, внутренность. А ты бы ему сказал, что же это мы делаем? Давай вот храм помолимся, чтобы Господь освободил от этой скверной плоти и духа. В том-то и дело, что, смотрите, допустим, воду увидел. Я, допустим, умат у меня в ритю, но тут же я могу от сердца молиться. Из одного источника не исходит сладкая и горькая вода. Я только сказал, только выматерился. В этом-то и нет греха. Вот когда я скулить начинаю и малодушевствовать, вот там явно грех. Там меня совесть моя обличает. То есть вы сами решили так, что вы не делаете, не делаете где-то. Это свято. А что делаете, любой грех оправдываете. Это безумие. Нет, нет же, конечно. Я часто тоже могу ошибаться. Но вот под видео-то те, я строгать проверяю, чтобы оно было нормальное. И многие не выставляли где-то. Так мало-то, даже вы не выставляете. Вы себя-то внутри знаете. Это у меня в заключении был. Все матерятся. Все матерятся. Но это ничего не значит. Вот как раз-то там ты покажи свет любви. Русский язык очень богатый. Ну, грех такого нет. Вот есть 10 заповедей, 7 страстей. Но такого, что сквернословие, ну, нет. Вот если не уже свидетельствуй, не прелюбодействуй, не воруй. Вот это действительно грех, который потом непременно вернется в ваше. А что это вот так вот... Ну, действительно, ну, это ведь, блядь, это ведь литературное слово. Это ведь не мат. Мат. Самый настоящий мат. И при том это видно, что вы говорите не тужасть. Это ваша сущность внутри. Скверный, неоскверненный, мирской, плотской человек сидит. И говорите православному. Я не говорю, что не материтесь. Материтесь как хотите, но не прилепляйтесь к православию. Не оскверняйте его. То есть хотите сказать, я не православный? Конечно нет. Никакой вы не верующий, не православный. Страха Божия совершенно нет. Даже психически больной человек только так может делать и оправдывать. Нет, тут, мне кажется, вы уже перебарсиваете, что это... Так я вам сказал, спорить... Все, больше не будем, давайте. Един раз я сказал, не приняли. Дальше, что еще у вас есть? За майку вы мне сказали, а у вас, видел, вы тоже голый ходите. Да не... Ну, одно дело, голый. Где голый-то? Нам нужно показать было. Мы там на Байкале. На полметра зашли в воду. Я захожу голый. Из бани, да. Ну, ты тоже знаешь. Ну, и что? Вам ли об этом говорить? Из бани, из бани человек вышел. Я всегда домой так и иду. Это частное. А я летом хожу, вот... Ну, ладно, это дело ваше, раздевайтесь. Я сказал, вы сейчас выходите. Выходите побеседовать о Божественном. Ну, я вам сказал, это вам, а то не подходит. Ну, не подходит, да только дело. Ладно, помогай Господь. Да. Что у вас есть еще? Нет, все. Все с Богом.